Светлана, кому сегодня вы Адресуете свое творчество? Я для себя иногда пишу Потому что Просто есть физическая необходимость Если я, допустим, долго Не работала, мне просто стало Однажды мы Так как-то разговаривали И я так представила, что, допустим Я на небитаемом острове Стала бы рисовать Для себя только Я думаю, что да Но в то же время Как бы и для того корабля Который придет То есть вот эта надежда, что кто-то придет И именно корабль Может быть, как образ мира Который идет тебе навстречу В чем сегодня Оценивается востребованность художника? То есть востребован он или нет? Я думаю, что да К счастью, сейчас уже востребован Потому что Сама ситуация в стране Да У людей появились Ну, не у всех, конечно Да, но появились деньги Появилась возможность Появились связи какие-то Со всем миром Да, уже нет того занавеса Поэтому Хотят видеть искусство Может пока Дизайн, да Может быть Но это уже начало какое-то Здесь есть социальный заказ Не государственный заказ А социальный заказ Этого художника Я думаю, что вот таким образом Современная живопись Нижнего Тагила Это сорокалетние? Это двадцатилетние? Вот какие они художники? Которые сегодня творят в Нижнем Тагиле Общий такой вот портрет Возраст не имеет значения Но вот может быть Сейчас я скажу точнее Все-таки должно быть Какое-то образование Потому что вот тот пик Который был Пришелся на девяностые годы Когда можно было без образования У тебя есть компьютер Ты там что-то мышкой нашуршал И казалось бы Ну, все готово у тебя Поэтому, мне кажется Должно быть образование То есть человек должен созреть Глаз еще не замылен Еще манера не давлеет Когда поставят одни и те же Какие-то картинки Которые, ну, видят, что продается Видят, что это востребовано И идет на это Тагильская школа Нет, это не миф По крайней мере, это не миф Для нашего, может быть, поколения Когда вот она формировалась Эта школа Это как-то времена Наверное, перестройки Да, ведь Вот здесь в эти времена Вот вся ситуация Которая была Это скорее Тагильская школа Это школа графики, да И все-таки идет От Володина Сеткина И вот его отношение К нам, студентам К преподавателям Да, потом вместе уже работали Вот оно как бы формировало То есть школа Это скорее Система каких-то Общих взглядов Отношений, да И поэтому Вот эта Общность взглядов Она еще осталась В этом, мне кажется Проявление тагильства Вот в этом Компьютерные технологии Видеоарт Вот оно породило все это Какое-то новое мышление Новую манеру письма У меня такая была иллюзия Думала, что я вот сейчас Купила компьютер Я сейчас сделаю там То, что, другое, третье Оказалось, нет Сначала должно быть в голове А потом уже Компьютер подсказывает Ну, безусловно Он мощное средство помощи Как бы Ну, то есть Это обыкновенный инструмент Это как вот Было масло Появился акрил Стало легче работать Мне компьютер нравится тем, что В нем есть такое Что-то от техники батика Да Никогда не знаешь Да То есть один слой положил Второй, первый взял Вычистил Вот это так случайно А потом Ах То есть вот это удивление Это быстро Ну, игра Сегодня изобразительное искусство На ваш взгляд Это больше интеллектуальное искусство Это может быть Какой-то новый особый способ мышления Или это все-таки Вот такое впечатление Экспрессия Я думаю, что это и то, и другое И третье Потому что вот даже Ну, то есть Можно выделить Я работаю со студентами Друзья, коллеги И вот Может быть Можно выделить Каких-то таких Три типа темперамента Если Первый Это скорее Такой Ну, я для себя Так называю Материалисты Им интересна Натура Интересно Вглядывание В натуру Реалистическое Отображение Очень внимательно К деталям Да Это техника Второй тип Это скорее Может быть Интеллектуальный Конструктивный Такой Им интересна Конструкция Предмета Да Как все устроено Нужно понять Упорядочить Да И третий Наверное Это скорее Такие интуитивы Может быть На интуиции Работают И мне интересно Форма Как складывается Форма Меньше Это интересует А больше Гармония Цвета Вот Впечатление Да Вот это То есть И получается У нас И мышление Есть А раз Есть Разные Типы Темперирования Художника То И искусство Из этого Складывается Как вообще Приходит Само решение Что Вот Для желания Выплеснуть Как-то На полотно На бумагу Ну Очень по-разному Очень во многом Определяются Люди Те С которыми Я начинаю Общаться Если он Меня заражает Какими-то Идеями Своими То есть То есть Вот это Может быть Это Может быть Слово Услышанное Просто Слово Вот Как-то Сейчас Делаю Работу Называется Бабочка Я просто Услышала По телевизору Что на Грузинском Языке Бабочка Это Звучит Как Пепел То есть Бабочка Пепел Уже Какой-то Поток Ассоциаций То есть Это Просто Слово Совсем Чужое Как бы Слово Вот Такой Может быть Вариант Это Может быть Материал То есть Я допустим Купила Какую-то Хорошенькую Авторучку Или там Хороший Какой-то Необычный Для меня Материал Кусок Ткани Кусок Ткани Да Кстати Даже Есть Такая работа То есть Это Весь Мир Это Все Это Все Что Может быть Вот Конкретнее У вас Есть Изыческий Цикл Что Это За Цикл И Что Его Продел Начался Он С того Что Я была На стажировке В Москве Был Такой Интересный Руководитель С Кафедры Истории Искусства Когда Я к нему Пришла Объяснила ситуацию Он говорит А возьмите Языческие Вот Славянская Мифология Материала Говорит Не очень Много Но Интересный Все Эти Образы Макош И Перун Все Они Оттуда Эти Славянские Боги Они Интересные Они 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 Давно Жили Что Я Что Хочу С Ними То И Делаю Я Могу Их Любыми Представлять Это Мои Боги Это Вот Та Природа Это Очень Природные Боги Да И Поэтому Это Та Женская Богиня Это Та Земля Которая Их Образ А Мое Внутреннее Содержание Что Я Вкладываю В этот Образ Или Это Перун Бог Это Это Мужчина Вот Я В него Вкладываю Свою Безусловно Да А Вот Образ Он Как Сразу Рождается Ярко Или Он Наматывается Наматывается Состоятельно То есть Сразу Сразу Да Потому что У меня Было Очень Много Как бы Таких Случаев Когда Я Думала Что Вот Я Сейчас Создам Вот Эту Штуку Я Начинала Думать Я Начинала Поискать Да Сразу Информация Сваливается Сразу Появляется Какая-то Литература Кто-то Говорит Просто Посторонний Человек Тебе Говорит Об этом Мы же Откуда Он узнал Что тебе Это надо Да Это Такое Мощное Притяжение Да Но Стоит Об этом Рассказать Не Сделав Все То есть Надо Сначала Молчать Молчать Много Таких Работ Которые К сожалению Ну Проболтала Проболтала Наговорила Их Ну Не надо Было Если взять Цветовое Соотношение Ведь Сухудожник Очень Так Уронимо Тонко Подходит К цвету От Какого К какому Цвету Вы Идете По Жизни Начинала Я вообще Как график Дипломный Проект Делала Графический Цветная Графика Черно-белая Была А потом Полноцветная Живописная Это была Мощная Живописная Вся Палитра Вкида Краски Были Но Он Никогда Не был Очень Пастух Вот А потом Как-то Так Все Меньше И меньше Стало Именно Пользовать Масло И Светом Светом Да Свет Тоже Стал Более Сдержанный И Для себя Я уже Как бы Определила То Что Чем Труднее Зрителю Сказать Какого Это Цвета То есть Он Настолько Сложный Ему Трудно Сказать Какой Это Цвет Вот Те Мне Кажется Качественнее Сейчас Красный Он От Одного Какого-то Места И Интенсивности Своевразительной Возможности Идет В другое Меняется Дает Эффект Эхо И Желтый Рядом С ним Вот так Безусловно Интересно Такая Игра Сложная Это Сцена Это Тот же Театр Только Герой Цвет Последние Работы С чем Они Связаны О чем Они И какие Они По звучности Может быть Последние Это Компьютерные Были С компьютером Мне было Интересно Просто попалась Фраза Что нет Ничего Притягательного Льда А лед Вода Опять Так Это Мне Очень Близко И Ну вот Хотелось Именно Лед Холод Прозрачность Его В чем Секрет От Светланы Бокшаева Художника Комфортного Работающего Востребованного Есть ли Вот Какие-то Моменты Которыми Можно Воспользоваться Начинающим Художником Какие-то Ассоциации Смешные Такие Из детства Секрет Секретик Это Такие Знаете Да Такие Штучки Зарытое В землю Стеклышком Такие Покрытое Вот У каждого Художника Да у каждого Человека Вот должны Быть Эти Секретики В которые Ты складываешь То что Тебя Волнует Копилочки Копилочки И вот чтобы Они не Не пустыми Не были Когда у тебя Пусто В копилочке В этом В твоем Секретике Тогда Что-то и Прибавляется Многое Не забивайте Секретиками Все А отдавай их То есть Вот там Должна быть В этих Секретиками Обмен Секретиками Да Только Счастье Помог Чтобы В этом Секретике Что-то было И было Кому отдать Наверное Вот так Да Секретиками 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 Секретиками